Крестный ход Крестоходцы полны решимости, их вовсе не пугает холодная и дождливая погода. Евгений является постоянным участником крестных ходов. В этом году он решил присоединиться к крестному ходу в честь Николая Чудотворца в Симбирской епархии. Как отмечает крестоходец, его жизнь разделилась на до крестного хода и после. По его словам, то же самое можно сказать и про многих других участников. Я не знаю ни одного человека, для кого бы крестный ход остался равнодушным или мимолетным таким явлением. В основном люди у нас, кто берут даже отпуск, вместо того, чтобы где-то на пляже в Турции загорать или где-то еще куда-то на турбазу ехать, идут в крестный ход. Также многие люди ходят, восстанавливаются после болезни. И на самом деле, я знаю людей, которые после операции приходят в крестном ходу, они восстанавливаются. Перед началом крестного хода его участники и жители поселка помолились за божественные литургией, которую совершил митрополит Симбирский и новоспасский Лонгин в храме в честь иконы Божией Матери взыскания погибших. Затем Владыка рассказал о значении крестного хода. Вот мы идем для того, чтобы наше шествие, во-первых, нас от наших грехов хотя бы отчасти избавило, а во-вторых, чтобы те святыни, которые мы несем, та молитва, которая совершается во время крестного хода, осветила все вокруг нас. Дай Бог, чтобы традиция эта прижилась. Первую часть пути крестоходцы прошли со святыней Симбирской земли, чудотворной Жадовской Казанской иконой Божией Матери. По традиции, которая возникла еще в середине XIX века, она приносится в мае-июне во все храмы митрополии. Первая остановка у поклонного креста, на месте прежде существовавшей в селе церкви. Она была построена в 1810 году в имении Языковых, освящена в честь Владимирской иконы Божией Матери с пределом во имя преподобного Сергия Радонежского. Эта церковь была разрушена в 1950-е годы. Здесь был совершен молебен. Участники крестного хода помолились Божией Матери, преподобному Сергию и святителю Николаю. О добрый наш пастырь и богомудрый наставниче, святителю Христов Николая, услыши нас, грешных, молящихся Тебе и призывающих помощь, скорое предстательство Твоего. Митрополит Лонгин напомнил, что разрушение жизни нашего народа в 20 веке началось с разрушения жизни церковной, когда люди своими руками уничтожали свои святыни. И сегодня важно молиться о том, чтобы это не повторилось, и последствия грехов наших предков не сказались на следующих поколениях. Владыка пожелал крестоходцам благополучно пройти намеченный маршрут. Я желаю всем силы, крепости, доброго молитвенного настроя, и чтобы никакие внешние погодные и прочие условия нам не помешали бы получить полна ту радость, которую дает Господь, любящим его. Аминь. Теперь участникам крестного хода предстоит четырехдневный путь до рабочего поселка Сурское. Этот маршрут они пройдут с молитвой. Кто-то всерьез задумается о пересмотре многих жизненных ценностей. Я лично к нам пошел. Слишком сладковатой жизни в быту. Не мог хотя бы почувствовать, хотя бы краечком, как бы, тяжести. Ни разу не ходил. Всегда мечтал, ну вот, ты достал сюда внушись. С удовольствием идут. Всего лишь навчал. Среди участников, которых больше ста человек, можно встретить как бывалых крестоходцев, так и тех, кто впервые решил совершить этот духовный подвиг во славу Божию. Тебе нельзя объяснить, что такое на самом деле крестный ход. Это что-то твое внутреннее, это какая-то духовная твоя работа, но пересказать ее невозможно. Вот. Но для себя я поняла, что если ты раз прошел это, вот лично я, я уже не могу не пойти. То есть ищешь какие-то возможности, чтобы это сделать. Мне кажется, я иду, как и каждый здесь присутствующий, ради того, чтобы четче увидеть присутствие Бога в своей жизни. Потому что каждый человек знает, когда ему тяжело, когда у него есть какие-то скорби и препятствия в жизни. Он обращается к Богу, потому что некому уже обратиться. И он чувствует то, что Бог с ним рядом. Чувствует его присутствие так близко, как никогда. Конечной точкой крестного хода станет Никольская гора в рабочем поселке Сурское, где в XVI веке был явлен образ святителя Николая. 22 мая, в День памяти святого, там состоится праздничное богослужение. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская метрополия. День памяти святого, там состоится праздничное богослужение. Звучит запись голоса Константина Васильевича Розова. Это единственный священнослужитель Русской Православной Церкви, которому присвоили сан Великого Архидиакона. Отец Константин родился в Симбирской губернии. Жители Симбирска-Ульяновска по сей день чтут его память. 15 мая в Ульяновске в Центре Патриот состоялся фестиваль духовной музыки, посвященный Великому Архидиакону. Его организаторами стали Ульяновский государственный университет, Симбирская епархия, а также Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области. Вот мы уже 12 лет подряд занимаемся этим правильным, нужным, великим делом. Ну и, естественно, вы хотите меня спросить, а зачем это нужно? Это нужно для нашего подрастающего поколения. Мы должны не забывать вот эти наши православные корни. Мы должны всегда знать, что мы православные люди. Мы должны всегда чтить нашу православную веру. Перед началом концертной программы прозвучал пасхальный тропарь на греческом, грузинском, церковнославянском языках. В исполнении хора студентов и преподавателей Ульяновского государственного университета. Присутствующих приветствовал митрополит Симбирский и новоспадский Лонгин. Я сердечно приветствую участников и гостей фестиваля духовной музыки, который посвящен имени великого патриархского архидиакона Константина Розова. Человека действительно удивительного, уникального и по своим человеческим качествам, и как священнослужителя, и музыканта. Человека, который произвел огромное впечатление на большое количество своих современников, своим служениям. В Симбирской губернии отец Константин прослужил диаконом около двух лет. Одновременно преподавал закон Божий в местном приходском училище. В 1898 году он получил приглашение переехать в столицу, где в 1902 году его возвели в сан протодиакона. По красоте голоса мастерство владения им Константина Розова нередко сравнивали с Фёдором Шаляпиным. В 1921 году, когда торжественно отмечалось 25-летие его диаконского служения, состоялось торжественное наречение отца Константина великим архидиаконом. На фестивале его памяти выступили хоры студентов и преподавателей Ульяновского государственного университета, музыкального училища имени Шадриной, детский хор Рождея, вокальный ансамбль Элегия и смешанный хор Спасово-Изнесенского кафедрального собора Ульяновска. Прозвучали произведения выдающихся русских композиторов, таких как Александр Костальский, Павел Чесноков и многих других. Христос воскресе из бедных смертей, 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 дорогой, висущий корабль, живой, здоровой, живой, здоровой. Мне, в принципе, очень понравилось участвовать в этом концерте. Мне понравилось слушать многих исполнителей. И я подчеркнула для себя много нового. Услушала много красивых произведений, которые, возможно, в будущем хотела бы исполнять сама. Проведение фестиваля памяти великого архидиакона было возобновлено после двухлетнего перерыва в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В планах организаторов – увеличение числа участвующих коллективов и слушателей. Я благодарю его высокопреосвященство, Владыку Лондона, что после двухлетнего перерыва он поддержал инициативу Министерства искусства и культурной политики Ульяновского государственного университета. И проект, связанный с именем Константина Розова, был возобновлен в этом году. Он, конечно, возобновлен не в полном объеме, не так, как он проходил 11 лет до сегодняшнего дня, но, тем не менее, сегодня получился хороший концерт духовной музыки. Я думаю, что все было очень достойно. И польза от такого рода мероприятий, она, несомненно, заключается в том, чтобы как можно большее количество людей, не только прихожан наших храмов, но и совершенно разных людей, могли бы познакомиться с шедеврами русской хоровой классической музыки. Я считаю, что это очень важно. По окончании выступлений митрополит Лонгин и министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова вручили дипломы участникам фестиваля. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. С самого утра у Кафедрального Спаса Вознесенского собора проходят оживленные сборы. Это юные участники архиерейского детского хора «Рождие» готовятся к поездке в город Казань. Сегодня им предстоит выступить в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева вместе с другими коллективами по Волжье. Перед выступлением важно получить духовную поддержку, поэтому первым пунктом прибытия становится Успенский Зелантов женский монастырь города Казани. Ребята ознакомились с историей святой обители и приложились к святыням монастыря. Затем участники архиерейского детского хора прибывают к месту проведения Большого пасхального концерта. Его организатором стал отдел по культуре Казанской епархии при содействии Министерства культуры Республики Татарстан. Концерт чем необычный? Мы решили соединить все виды искусств. И хоровое искусство, и вокальное, и у нас солисты принимают участие, и танцевальные, и хореографические коллективы. Вот наш концерт – это сама радость пасхальная. Праздничные мероприятия посетили митрополит казанский Татарстанский Кирилл, заместитель руководителя аппарата президента Республики Татарстан Александр Терентьев, духовенство и прихожане. На сцене Большого концертного зала выступили коллективы из Ульяновска, Казани, Чебоксар, Ешкаралы и других городов по Волжье. В исполнении детского хора «Рождием» прозвучали тропарь Пасхи и дева-богородица Ирины Болдышевой. Руководитель хора Наталья Пугачева отметила, что эта поездка стала ожидаемым и важным событием для детей, участвующих в хоре. Сегодня у нас получилось такое очень для нас важное и значимое событие, потому что мы были приглашены Татарской митрополии на замечательный большой пасхальный концерт, в котором мы принимали участие. Также наши дети были в монастыре, они посетили святые места, и для нас это была как и духовная, так и творческая поездка, которая дала, я думаю, вдохновение на следующее служение, на следующую работу и на дальнейшие наши творческие достижения. Участники хора Рожде охотно делятся впечатлениями от насыщенного дня. Сегодня мы ходили в зал и выступали, пели песни про хваление. А до этого мы ходили на экскурсию маленькую в монастырь. Нам рассказывали, что где находится, какие храмы, названия. За участие в Большом пасхальном концерте руководитель и участники архиерейского детского хора Рожде получили благодарственное письмо от митрополита Казанского и татарстанского Кирилла. Хочется верить, что впереди юных участников хора ждет еще множество ярких выступлений как в родном городе, так и за его пределами. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Симбирская митрополия